так друзья начинаю вторую часть марлезонского балета мы сейчас с вами с этого волшебного мостика направляемся к водопаду и каменный завал направо на левом уже ходили не вмену поэтому второй части отключу камеру пройдете со мной по этой дорожке скульптуры явно ручная работа структура лешего или может быть текимры какой-нибудь молодость пока еще тихо и спокойно гречко-магметка чистая прозрачная камешки-былыжники все как полагается дорожка вот к ущелью полегает вот в этой речке к водопадику ну естественно где еще быть то красиво интересно наверное мне стоит чуть-чуть убавить шаг так лучше смотри по тысячелетиями вот так вот породу слой за слоем вот какой-то добрый человек нависовал вот этих вот то льваистов то лица и оставил нам вот чтобы мы посмотрели спасибо ему поднял настроение смотрите какие булыжники и рядом с ними откроется одна бетонная стена упавчу а так вот не подумаешь так туп туп тупает малыш вес конечно сюда лучше идти в компании как минимум два человека но владислав готовится к школе супруга с ним михаил дома и тут-то я один лазил в день и покоря вот люди с которыми встречались уже там где-то в районе дольмена вон как красиво интересная водичка есть а что-то здесь бетонные вот плиты с металлическими трубами нет пока не понятно но явно откуда-то сверху прилетели мне уже немножечко даже хочется ступаться в этой водичке что это там это шмагбаум затерялся как его еще на металлолом не сдали я не знаю ну вот валяется фух хорошечно это какая-то крепость что ли все почитаем что-то такое мхом поросло у нас вот идемте глянем ну честно говоря больше похоже на туалет судя по салфеткам снаружи очень прикольно красиво а внутри простая кирпичная кладка как бы разочарована а вот снаружи мне кажется вот я не знаю прям что это такое старое древнее и так бы все сделали было бы круто не отступать и не сдаваться был такой фильм про мальчика-каратиста я не знаю сколько калорий я уже потерял но это меня радует что я их потерял а не нашел выход туда так я не понял тут дольмен был а все водопад и каменный завал туда ну а значит нам туда дорога значит нам туда дорога фух живописная тропа субтропики все таки как никак справа мухи у меня жужжет какая-то мушка явно какая-то жирность в кустах и я весь мокрый но прийти сюда и не посмотреть на слезы но мне это дни полюбоваться каменными завалами это выступление особенно после того как ты заплатил за билет встать выходной билет 100 рублей доехать до этого места можно на внутригородском автобусе который идет в момент рощи но я вам сейчас не скажу но в интернете вы его найдете в принципе надеюсь что на выходе если не забуду мы с вами посмотрим где он итак я уже вижу указатели лавочки водопад каменный завал и если у вас есть мусор то остыть его здесь стой раз-два обернись покажи людям красоту сказочный лес да это здесь деревянные я не знаю как их назвать стуканы сейчас мы к ним вернемся непременно вернемся но сначала надо мыть молодой лица ключевой водой чтобы резко не состариться и не померить сначала как на сказках учили подходит вот правой стороне ручья берете воду мылаете с мертвой водой то есть всех врагов которые на вас убиваете потом идете сюда к левой части и живой водой вот сейчас вот полегчало сразу в принципе можно снимать клипки на путешественнику вот так вот интересно красиво здесь но мне некогда задерживать ребята мне некогда у нас с вами тут великие дела пока кто не попадает на моё его ущелье то пройдем здесь точнее мы попадаем но по времени уже я не успею нужно докамулятор веренить итак деревянные вот сфидурки не знаю какие то возможно древние божества но я сомневаюсь что это славянские божества хотя возможно не славянские но мы знаем что населяли эти земли совсем другие народы местные а тут вот символ солнца славянское насколько я понимаю вот вот женщина такая добрая добрая очень добрая трон с гадюками какими-то вот так и так сразу садятся потом бац и понимают что ты в капкане вот вот что-то такое ну интересно далее у нас туалет типа сортир такой ну у нас такой тоже был когда-то вот я имею ввиду на колорах 14 но это было давно и неправда довелось довелось мне там как сказать бывать скажем так вот так а мы идем я так понимаю здесь у нас каменный завал небольшой как в ауле но тоже по-своему интересный красивый водички мне мало я бы сказал вообще нет практически хотя вот по камешкам слегка стекает красиво интересно не знаю смогу ли я вам передать в полном объеме всю эту красоту ну попытаюсь дедушка хотя я не знаю что он делает был у меня коллега Михалыч точнее есть он слава богу живой похож очень то ли трубку курит то ли играет на какой-то дудочке не знаю ну а то что здесь был была Тверь Ростов Уфа все мы прекрасно уже поняли я так думаю после дождика в четверг а сегодня как вы понимаете пятница тут можно было бы классно покупаться да в любом случае здесь даже вот в такой красоте можно сделать фотографии красивые получатся вот прям там становитесь но водички мало мало конечно я так понимаю что это и есть завал ко мне и как я всегда говорю в таких случаях напоминает мне картины картину про этих трех мишек сейчас посмотрим в каком-то там лесу красиво интересно живописно а мы пойдем дальше к сожалению к сожалению тут нет никакого указателя который говорит что это выпустим обвал камней тогда теперь сразу понял тропинка сюда ведет и это уже хорошо направляемся дальше людей немного ну в принципе как вы понимаете ватуйских сейчас тоже как бы не достигало опять снова просили идем дальше разведение костров запрещено как будто так мишка косолата а тут вот видите такой макбек давайте пойдем посмотрим выход крыки здесь есть лесенка чудесенько опасный участок тропинка и как всегда мне что-то что такое алло вот пока ничего не видно ну все значит хорошо хорошо я посмотрю хорошо работа видите итак смотрите какие камешки хорошие наверное здесь тут красиво есть пенечки такие можно при желании таким худеньким как я залезть сюда смотрите тут же рыбки плавают очень красиво здесь классно фотографироваться сургут приветствуем сургут сейчас тоже скупали смотрите рыбок видите вот так классно и красиво вот и красиво вот 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 Сюда опять лезу, я не знаю, камешки достаточно скользкие, чтобы здесь не надо там идти, такие яркие, рыбки, такие хорошие вам скажу, может быть за это пора. Здоровые камни, как бы вот так, у нас сюда уже не полезно даже с моими вот такими камнями-капками-скороходами, которые в принципе хорошо держат грунт и камни. Все равно, наверное, сцепление хорошее. Все равно есть определенная речь, кому не надо. У меня же камера в руках дорогая, любимая моя. Как вам, а? Пойдемте. Надеюсь, те, кто не очень любит просматривать такие природные такие вот ролики, полюбит это. Конечно, это не Лазовская, не улочки, где вы жили. Ну, тоже красиво. Так. А тут вот, смотрите, какая фигня. Скалы, водопады. Можно подойти туда, вот, сфотографироваться. При желании перелезть на противоположную сторону. Даже скупаться. Вот. Вверх. И где-то это вот. Красиво, очень красиво. Да, ролик получился достаточно длинный и томительный. Но я не буду его уже длить на несколько частей. Вот проводится на дальне, но вот тут вот. Это часто отдельно. Можно спуститься здесь. Посидеть на пеньке, только пирожок не ешьте. Залезть сюда, искупаться в чистой водичке. Верную. Смотрите. Волшебство. Тут только сказки снимать, ребята. Ох, там пещера такая. Хорошая. Это было как пребывание в главной реке. Ну, а я уже все-таки, наверное, отправляюсь на выход. Сигель-сигеля-лилю, товарищи. Мы покидаем этот водопадик и отправляемся в обратном направлении. Тоже не менее живописная тропа вдоль гор. Скал, обрывы. Можно посидеть. Каменный стол. Ну, а дальше уже тут все как везде. Не буду занимать ваше внимание. Сразу говорю вам до свидания в целях экономии аккумулятора, так как здесь много пошли, только по противоположной стороне. А вот если вспомню, то у тюточки на выходе спрошу номера автобуса, который сюда идет, чтобы передать вам. Если вспомню. А память, как вы знаете, у меня никакая. Все, привет от деда Мамеда. Живописное место. Красивое. Плюс в чем, есть водопад, есть Дальмен. Два маршрута. Удаленность от Лазовской. Минимальная. То есть, в том числе, вы можете проехать чуть-чуть дальше, даже пройти там километр. Попадете в Мамедовое ущелье. Тоже не менее красивое место. А может даже более. Там ущелье классное. Я обязательно туда схожу, но просто сейчас уже времени все. Не вложимся в норматив. Так что как бы вот так. Близко. Цена 100 рублей. Что еще вам сказать. Если вы не можете приехать в этом году, то приезжайте на следующий. Если вы приедете весной, то тут будет побольше воды и вам будет еще интересней. Даже если вы приедете зимой, здесь тоже будет много воды. И вход наверняка будет бесплатный. Сэкономить в круглые человек. Все. Auf wiedersehen. Я пошел дальше. Вспомним, спрошу автобус. Что такое? Не понял. А, включилось. А все. Итак, ребят. Смотрите. Вот схема туристического маршрута. Ее будут менять на следующий год. Сейчас мы только побеседовали. Смотрите. Тут водопад Слезы Мамеда. Каменный завал. Чертол мост. Вот достопримечательность. Чудо природы. Башмак. Дерево исполнения желаний. Вот которое там я видел. И дольмен-целитель. В общем, два маршрута. То есть вы можете пойти и направо, и налево. Речка называется не Мамед, как я назвал, а Ку-Апсе. Вот ее правильное название. Но чтобы вы знали, как сюда добраться, вот, пожалуйста, вам схема. Автобус 162-й. Так. Это, правда, не знаю, это отправление либо прибывает, когда он тут. 7-0-2-10-47-14-17-19-02. В общем, сюда можно добраться на рельсном автобусе. То есть минимальный затрата вам. Сейчас покажу вам это. Хранители леса, оказывается. Я теперь знаю, как их зовут. Та девушка, кстати, там вот, которая горела с солнцем, тоже хранительница леса. Вот, вот, леший язык показывает. Некрасиво показывает язык. И вот. Так вот сразу видно старославянские черты, такие лица. Тоже хранитель леса. Как бы вот так. Ну, а теперь все. Всем пока. Поехал дальше. Поехал дальше.